А гайки закручивать? Куда уже гайки закручивать? У нас и так уже в России достаточно гаек закручено, там не свободы собраний, там, ну... Ну и как Сережа Шнуров говорил, нет смысла закручивать гайки, потому что болты, ну, украдены. Хорошо, смотрите, все равно социальный кризис, Россия страна более обеспеченная, но пока у нас есть нефть, и мы какой-то кусочек, как-нибудь, наверное, получаем. Ну, много ли народу появится в Украине, в Россию, будем ощущать какое-то демографическое давление, и сможем ли мы что-то с этими людьми сделать, как-то устроить их на работу, еще как-то с ними работать, про это мы поговорим, я вам после опроса. К событиям на Украине прикованы взгляды всего мира. К чему приведут вооруженные восстания, непонятно. Когда все закончится, неясно. И как кризис в соседней державе отразится на России, сегодня будем узнавать у жителей Екатеринбурга. То Украина должна сами разобраться с своей политикой, потому что мы от них как бы не откажемся, в любом случае помогать будем. Мне очень жалко, что там такая фигня происходит. Рост каких-то курсов, котировок, акций, потому что две страны взаимосвязаны. Они сейчас русский язык там запретили, типа, что, ну как, вне национального у них, то есть только украинский у них свой. Экономика, все скажется, все пострадает. Это ясно, что там же связаны мы поставками. Там военные заводы, мы им комплектующие поставляем, они нам вертолеты, ясно. Было бы хорошо, если бы Путин бы ввел войска в Крым и в Донбасс туда. И там русскоязычное население, все говорят по-русски-то. И они к нам ближе. Поплевать на эту Украину, пускай грит в аду. Если верить мнению бандеровцев, то они же хотят, что Кавказ им вернуть, Кубань и Донбасс. А как вы чувствуете, когда вашего соседа бьют? Переживаете? Тут либо переживать, либо в драку броситься. Ну, я думаю, правительство найдет решение. Сейчас Путин от Олимпиады освободился, у него будет время. И окружение у него хорошее. Я верю, что будет успех. Другое дело, какой ценой. Мы говорим про украинский кризис, и все-таки волнует вопрос. Если там будет нестабильность, а у нас страна немножко побогаче, и люди поедут к нам, ну, насколько вероятно, что у нас тут будет какое-то демографическое давление, как выражаются социологи? Вы верите в то, что сколько там массовое переселение украинцев в Россию будет? Ну, никакого переселения не будет. Вообще нет никакой проблемы. Новое правительство будет заинтересовано, и ну, всегда было заинтересовано в торговых связях с Россией. И сейчас, если бы все зависит от Москвы, если она захочет развивать и связи взаимные по военной технике, там, развивать Николаю и Донбасс и так далее, Украина будет всегда открыта. Без сомнений. Это Москва только подключает политические интересы к экономическим каким-то. Но я хотел сказать еще о том, что никаких сегодня вариантов развития Украины нет. Есть один, очень скоро будет стабильность и в Донбассе, и в Харькове. Вы знаете, уже Добкин и Кернес уже вернулись, и Кернес заявил, победили, значит, майдановцы. Но они получат полную победу, если они пригласят нас впервые. Да, мы уже готовы работать. Мы уже готовы работать. И все будут готовы работать. Очень скоро. Эти страшилки уже все не сработали. Поэтому вот то, что говорят в России, развал федерации, ничего подобного. Это может быть страшный вариант, если вмешается стороннее государство. Петр Степанович, ну страшилки не страшилки. За последние 20 лет сколько? 5-7 миллионов из Украины уехал человек на запад и на восток. Я считаю, я считаю так, вот после этих событий, первый, там был вопрос, значит, как это будет в России, значит. Но Россия, прежде всего, должна поменять свою внешнюю политику. И в отношении к Украине, и к этому, потому что политика шла тихим сапом. А что они будут, да там... Это каким-то образом поменять? А? Каким образом поменять? Ну, поменять отношение самое к Украине, к украинскому народу, значит. В какую сторону поменять? Потому что у нас, если взять, значит, Россию, вот у нас такие же проблемы сегодня. Да, немножко лучше они движутся, значит, не проблемы движутся, а немножко, так сказать, жизнь лучше. Но проблемы такие же. Это и судебная система, это и коррупция. То, что произошло на Украине. Против чего они выступили, значит. Не против России, против жизни такой, значит, нищей, значит. Поэтому и в нас так, и даже если вы вспоминали Ройзмана, да не за Ройзмана, народ голосовал. Народ голосовал против власти. Поэтому власть должна сделать выводы, в первую очередь, вот, значит, и ускорить все наши реформы. Это первое. Второе, вы говорили, поедут, могут поехать, вот, значит, да, могут поехать. Но я считаю, что это будет не массово. Я думаю, что Россия примет, вот, значит. Я не думаю, что будет их набление там на Украине, вот, значит. Если будет, конечно, вот, третий вариант, вот, и если будет нормально работать правительство доверие, чтобы не было знакомых листов, которые работали в Ющенко, которые работали в Януковиче и так дальше и тому подобное. Илья Александрович, да, вы же статью написали про прагматический подход. Никакого отношения менять не надо. Надо, пожалуй, даже уже встать. Ну, я, честно, не раку своей статьи. Просто хотел сказать, что федерация – это не развал украинности. Не помните, у нас Российская федерация, Федеративная республика Германия и США. Легко забыть, да, но у нас есть федерация. Мне кажется, что, если, дослушайте, если можно, мне кажется, что если новые политические силы все-таки успокоятся и поймут, что регионы должны иметь большую самостоятельность и больше правоголоса в Верховный Радень, через депутатов, которые бегают из одной фракции в другую, так сказать, по три-четыре раза, как вот тот же самый Тегибк, который уже, по-моему, всем на Украине от него устали, от его метаний, иметь серьезную, сильную, самостоятельную региональную власть, то федеративное устройство Украины – это, в общем, один из выходов. Российская федерация перед эту проблему решилась таким образом. И второе, то, что я хотел сказать, что, в принципе, вот то, что Михаил говорил, тема иллюстрации – это тема, которая, в принципе, может объединить народ. Потому что люди устали не от Януковича, не от Тимошенко лично, они устали от всей той сальной колоды политических деятелей, которые там с прежнего Майдана 2004 по нынешний Майдан 2014 делали вид, что управляют Украиной. К сожалению, украинская власть породила какую-то толпу вот этих лузеров, извиняюсь, политических, которые, по большому счету, превратили процветающую Украину. А если вспомнить, при развале страны Советского Союза, Украина имела, на мой взгляд, наилучшую промышленность и наилучшие, соответственно, шансы для того, чтобы стать европейской державой. Сегодня Украина, которая имеет в два раза меньше ВВП, чем в ВВАЛовый доход на душу россиянин, чем даже Румыния, ну, мне кажется, это просто ситуация, когда власть нам менять целиком. Что касается миграции, то миграция, конечно, будет. Я думаю, что вектор Украины в Европу определенный, Тимошенко, потому что она говорила не только вот себя, она просто назвучила чаяния украинцев о том, что Украина пойдет в ЕС, там, через ассоциацию, без ассоциации, так или иначе. Но все страны Восточной Европы, которые вступили в ЕС, имели огромные демографические провалы, когда, соответственно, ну, огромный миллион людей уезжали работать и в Евросоюз, и в Россию. Потому что это связано со структурной перестройкой экономики. Но на Украине уже около 5% ВВП, да, денежные поступления. Со структурной перестройкой экономики. Это было и в Болгарии, и в Румынии, и в Латвии, которая потеряла треть населения. Это будет и на Украине. Мириться с этим или не мириться, на мой взгляд, это решение новой украинской власти. Я думаю, это естественный процесс, когда будет переход в Европейский Союз направлений. Но я хотел сказать о другом, вернуться к нашей теме, отношений России и Украины. Какие проблемы? И Украины, и Урала. Вот я живу здесь. У меня семья, у вас никого, наверное, все вместе у вас нет, как у меня 12 внуков, пятеро детей. Так вот, они живут здесь. Я заинтересован в том, чтобы были нормальные отношения. Чтобы были между Украиной и Россией нормальные отношения, чтобы ко мне относились нормально. Но сегодня, в условиях однобокого, просто тенденциозного подхода к освещению всех этих событий на Майдане, слушайте, если здесь термины только одни, бандиты, бандеровцы, экстремисты... Но неправда, они сменились в последние дни, они поменялись. Я чувствую, да. Мне кажется, что вызвали Зурабова сегодня в Москву, возможно, для этой цели. Дай Бог, чтобы это было. Но пока что... Я студентами своими говорю, они говорят этими штампами. И вот в этих условиях, смотрите, что получается. Эти бандиты все в Украине сегодня называются небесной сотней. Это небесные ангелы. Но имеется в виду все-таки погибшие. Погибшие. То есть через год я поеду и будут цветы положу к тем людям, которые здесь называются бандитами. А там уже сегодня в Днепропетровске Рада назвала площадь Ленина площадью Героя Майдана. Мы трактуем совершенно по-разному. И если российская средства массовой информации... Ну, несколько надуманные, кажется, проблемы СМИ. Все-таки в 21 веке, когда есть интернет, проблемы высказываний не существуют. Есть проблемы слушателей. Я с кем бы не говорил. Мне говорят сразу вот эти штампы. Андрей Валерьевич, здесь комментаторы много пишут про Одессу и Севастополь. Ну, в общем, понятный вопрос. Там митинги с российскими флагами. Это диковинное зрелище. И люди кричат Россия, поют там что-нибудь про варяг. Как считаете, возможно какое-то отделение, хотя бы частичная автономизация этой части Украины, ориентируясь на Россию? Ну, потому что действительно для, скажем, Крыма это, может, был бы неплохой вариант. Сесть на шею российскому бюджету, как некоторые кавказские республики, вновь приобретенные. Ну, здорово же. Заплата на Чернобыльском флоте не очень большая. Видите, в чем дело. Многие хотят сесть на шею российскому бюджету. Но этому препятствует ряд, в общем-то, моментов. То есть, вообще, готова ли Россия? Я вот, думая о проблеме сепаратизма, вот, мне кажется, существует очень много таких алармистских подходов в российской прессе, среди российских политологов, особенно прогосударственных, вернее, как раз-таки либеральных, которые опасаются, что Россия ведет танковые дивизии, там, в Восточной области, Черноморский флот займет, там, морская пехота и все такое прочее. Но этому, в общем-то, мне кажется, препятствует, в частности, достаточно взвешенный подход к внешнеполитическим проблемам, который наметился в последние, во всяком случае, годы. В частности, в качестве примера можно привести ситуацию в Киргизии, где, казалось бы, страна поменьше, масштаб гражданской войны, намечавшийся, тоже поскромнее. Но ни Россия, ни кто из игроков среднеазиатского региона на призывы Курманбека Бакиева ввести войска УДКБ и так далее не откликнулся. Ураков нет. Только Россия перебросила усиленный батальон ВДВ на охрану нашего аэродрома Кант, и казахстанский спецназ вывез Бакиева точечной операцией. С исторической перспективой, что будет с Украиной и с Россией и взаимоотношениями этих двух стран, мы все равно все потихонечку придем в Европу и Россия последняя? Мы придем в Европу, но все-таки при всем желании, мне кажется, вряд ли Украина быстро придет в Европу, потому что даже Молдавия не может прийти в Европу и даже присоединиться к Румынии или Европа не в состоянии финансировать этот проект. Мне кажется, Европа не сможет профинансировать и украинский проект. Понятно. Михаил, знаете, мы сегодня разговаривали с людьми, которые живут на Украине, они там посмотрели на отмену закона о региональных языках, сказали, ну все, сейчас возьмутся за русских. Будет не то Средняя Азия, не то Прибалтика в 90-е. Вы, в общем, русскоязычный человек, даже у вас нет. Киев прекрасно русскоязычный, но, скажем так, двуязычный город, где языковой проблемы как не было, так и нет. Я изучил этот вопрос. Во-первых, в Конституции Украины в 10-й статье сказано, что государственным языком является украинский. Виктор Федорович Янукович, который пришел к власти на волне обещаний, что русский язык сделает государством, он его не сделал государственным, он его сделал региональным языком. Сейчас отменили этот закон о региональных языках и вернулись к закону 89-го года, в котором русский язык тоже обладает статусом языка общения. И, насколько я помню, в тех местах, где он массово используется, он массово используется. Репрессии-то боитесь? Ну потому что, знаете, тоже высказывание «Все, Украина начала всерьез строительство национального государства». Будет Прибалтика, будет две категории граждан. Ничего с русским языком не случится. Пол Майдана разговаривает на русском языке, весь Киев разговаривает на русском языке. Я прихожу в магазин на Подоле, общаюсь с продавщицами, которые приехали из города Ровно, они мне говорят украинскому, и я им отвечаю российскому. Никаких проблем. И к вопросу о миграции, вы говорите, что начнется миграция массовых украинцев в Россию. Я считаю, что начнется, ну не массовая, но иммиграция русских в Украину. Если украинцам удастся построить правовое государство, в котором не будет никаких препятствий для реализации себя в бизнесе, в творчестве, в искусстве. Очень много русских и уже сейчас переселились из Москвы в Киев, и не только из Москвы, из других городов. И я думаю, этот поток будет только увеличиваться. Это будет такая Россия, которую мы бы хотели построить здесь, но это получилось у украинцев.